На работу как на праздник. Яна Шешина трудится в троллейбусном парке уже 6 лет. Но такого душевного подъема не испытывала давно. Девушка впервые выходит на маршрут на машине, оборудованной по последнему слову техники. Панель управления напоминает дисплей космического корабля. Но опытный водитель уже освоила все тонкости. Этот троллейбус сделан для полнейшего, стопроцентного комфорта водителя. Все в зоне доступности, в зоне досягаемости. Все удобно. До всего можно дотянуться. Главное достоинство низкопольного троллейбуса 203Т70 – производство МАЗ – система автономного хода. То есть машина может двигаться без подключения к контактной сети 20 километров. Классический дизайн, современное остекление, светодиодные фары и три вида наклона кузова. Последнее позволяет транспорту накреняться так, чтобы в салон беспрепятственно заезжала коляска. Новый троллейбус в разы просторнее своих предшественников. В салоне комфортно разместятся 90 человек. Ширина проходов увеличена. Для удобства в ночное время предусмотрено освещение дверных проемов. Есть экстренная связь с водителем. Большой плюс машины – сидение анатомической формы. Новый троллейбус курсирует в тестовом режиме по четвертому маршруту. Путь следования – проспект строителей, конечная остановка улицы Сикорского, Шинная, Гагарина, Ульяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Держинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее. Пассажиры не нарадуются. Мне очень нравится этот маршрут, потому что я езжу на работу и очень удобно будет. Я надеюсь, что пополнится еще парк новыми троллейбусами. Такого плана удобно. До седьмого микрорайона ездят туда. Там дети живут. Хорошо очень добираться. Хорошо. Молодцы. Спасибо большое. Удобный маршрут. Удобно добираться стало. Все устраивает. Все хорошо. Столько лет мечтала. Ходила на работу пешком. А сейчас вообще здорово. Транспортная сеть Бобруйска постоянно развивается и совершенствуется. Это веяние времени. Город растет. Разрастаются спальные микрорайоны. Появляется потребность в новых маршрутах. Удобство пассажиров – главный приоритет. В скором времени будут организованы в тестовом режиме еще несколько маршрутов. По результатам изучения пассажиропотока на данных маршрутах будет принято решение о вводе одного из них на постоянной основе. Одним из них будет микрорайон Западный, а второй планируется запустить через проспект Георгиевский. Новые машины курсируют в тестовом режиме примерно раз в два часа. Как только маршрут будет утвержден, разбежка не превысит 40 минут. С расписанием движения четверки можно ознакомиться на сайте горисполкома. Более подробная информация по телефону 718945. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.